К другим темам. В промышленной зоне Химок, оказывается, не только работают, но и проживают, в том числе нелегальные мигранты. Сотрудники полиции обнаружили их в общежитии в районе Завадского проезда. Порядка 30 задержанных. Таковы результаты утреннего рейда, которые провели представители администрации Химок, ОМВД и Федеральной миграционной службы. Артём Макаров продолжит. Недобрым выдалось утро для постояльцев этого общежития. Сотрудники полиции нагрянули в пять часов. Многие с трудом заставляют себя подняться с постели. В этих комнатах проживают граждане Украины. Этажом выше, выходцы из Средней Азии. Этот человек показал правоохранителям много бумаг. Однако главного документа, паспорта, у него не оказалось. Неподалеку сотрудники полиции, администрации и ФМС обнаружили еще одно общежитие. Его постоялец Абдул живет тут с супругой уже месяц. Гражданин Таджикистана рассказал, что работает в России уже 20 лет. Найти заработок в родном Душанбе он не может. Разнорабочие, где работа есть, там работают. Ну, вы, вас какая-то организация приглашает, да? Организация, сейчас никакой организации не берут, хоть документы есть. Проблема говорит. За эту комнату Абдул отдает 5000 в месяц. Мужчина говорит, что здесь хорошие условия. Тараканов не так много, арендодатель следит за порядком. Для своих постояльцев владелец общежития попытался создать самые комфортные условия. На первом этаже работает уютное кафе. Здесь можно и поесть, и приобрести спиртное, и все это по вполне демократичным ценам. Полицейские считают, что это кафе вело свою деятельность без соответствующих документов и разрешений. По этому факту будет проведена проверка. Посетителей кафе правоохранители доставили в территориальный отдел полиции. Задержан порядка 30 человек перед сотрудниками ФМС для составления протоколов по угоду административного правонарушения. Также будут решаться вопросы о возбуждении главного дела в отношении собственников данных помещений. Задержанным мигрантам придется заплатить штраф. Тем, кто нарушил закон не в первый раз или находится на территории России нелегально, грозит депортация. Артем Макаров, Андрей Хомченко, Служба новостей.